Предназначение всякого изделия определяет своего создателя. Творение соответствует своему предназначению, если соответствует замыслу Творца. Грех же, по буквальному значению этого слова в греческом языке, мимоцели, есть наоборот, несоответствие этому замыслу. Замыслом Божьим определяются и отраженные в законе Моисеевом абсолютные нравственные ценности, которые установлены им для человека. Писание называет их святынями. Абсолютные нравственные ценности святыни лежат в основании каждой частной заповести в законе. Так текст, который прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек, создан по образу Божию, в бытие 9.6, указывает на образ Божий, отраженный в человеке по замыслу Создателя. Значит, человеческая жизнь священна, посягающая на нее, посягает на Божий образ. В конечном итоге, каждая из заповедей Торы указывает на абсолютную ценность, с которой она связана в Божьем замысле. Наиболее очевидно, можно в этом убедиться, на примере Диколога, исход 20 глава с 1 по 17 стих. Первая из 10 заповедей указывает на святость Бога. Вторая – на святость заветных отношений с Ним. Третья – на святость Божьей сущности, отраженной в Его имени. Четвертая – на святость Божьего покоя, Божий шалом. Пятая – на святость семейных отношений. Шестая – на святость человеческой жизни. Седьмая – на святость Брачного Завета, параллель со второй заповедью. Восьмая – на святость собственности. Девятая – на святость истины. Десятая – на святость довольства и благодарности. Человеческий шалом. Частная заповедь может быть обусловлена культурно-историческим контекстом, но святыня, на которую она указывает, утверждает безусловный универсальный принцип. Например, заповедь гласит. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе кровли на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Второзаконие 22.8. Святыней, которую эта заповедь защищает, является человеческая жизнь. На основании этой заповеди можно выделить общий принцип – безопасность людей важнее экономии средств. Так что, не поменяв свое время на резину на колесах своего автомобиля, вы, по сути, нарушаете эту заповедь. «Соответственно, главная заповедь отображает наивысший Божий замысел относительно человека. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твою, всею крепостью твою, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Луки 10.27. Таким образом, любовь к Богу и к ближнему, явленная во Христе, не только основание закона, но также и критерии соответствия наших поступков и отношений к замыслу Создателя. Христос – поверочный канон праведности. «Он – образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит». Послание Колоссянам, 1 глава, с 15 по 17 стих. Колоссянам, 1 глава, с 15 по 17 стих. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.